7 миллионов 600 тысяч рублей. На эти деньги проведут в текущем году игру Зорница в Забайкале. Все подробности смотрите в этом выпуске программы «Середина земли». Вывезли 100 мешков мусора. Молодые добровольцы приводят в бурятскую столицу в должный вид. Об этом расскажем сегодня в программе «Середина земли». Эфир телеканала «Аист» продолжает международный информационный выпуск «Середина земли». С новостями из Забайкальского края вас познакомят корреспонденты из Читы. В студии Яна Ершова. Здравствуйте. 7 миллионов 600 тысяч рублей. Это сумма сметы проведения в нынешнем году Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница». Об этом перед началом заседания Организационного комитета по проведению игры рассказал в Рио заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Сергей Чибан. В этом году Всероссийская военно-патриотическая игра «Зорница» будет проходить на территории Забайкалья уже в третий раз. Впервые наш регион принимал «Зорницу» в 2014 году. Проведение этих соревнований получило поддержку со стороны Министерства образования Российской Федерации, Министерства обороны, а также ФСБ и МЧС. Рабочие группы начали организационную работу еще в марте. В том году, в 2015-м, мы провели повторную, вторую Всероссийскую военно-патриотическую игру «Зорница», где уже участие приняли более 500 человек, были представители практически всех субъектов Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока. Мы очень надеемся, что дополнительные команды из других субъектов приедут, по крайней мере, мы уже точно знаем, что к нам приедет в этом году Крым. Уже 20 заявок различных команд от различных субъектов мы получили. Участники будут проживать в полевых условиях. Лагерь «Зорница», как и в прошлом году, развернется в Песчанке. Будут задействованы воинские части, спортивные комплексы, высокогорье и локомотив. На разных площадках пройдут 12 этапов, среди которых традиционный марш-бросок и спецназ. Также запланированы новые состязания, например, парашютист. Этот этап пройдет при содействии ДОСААФа. Что касается вопроса финансирования, в этом году смета «Зорница» составляет 7 миллионов 600 тысяч рублей. 4 миллиона 950 тысяч выделено Министерством образования Российской Федерации, 900 тысяч выделено Российским Союзом молодежи. И остальные финансовые средства предполагаются за счет спонсорских средств. Мы не предполагаем потратить ни одной копейки из бюджета Забайкальского края. Всероссийская военно-патриотическая игра «Зорница» начнется 25 августа. Открытие пройдет во дворце «Мегаполис», а завершится игра 2 сентября. У команд еще есть возможность подать заявки на участие. Они принимаются до 15 августа. Марина Герасимова, Сергей Миртов, Середина земли, Забайкальский край. 50 выпускников забайкальских вузов этого года вместо срочной выбрали службу по контракту. Эта возможность появилась в конце прошлого года. Такую альтернативу молодые забайкальцы уже оценили. Подробнее в нашем следующем сюжете. Будем проверять следующие темы. Проблемы с алкоголем, факты употребления наркотиков, контакты с криминалом, подделку документов. В армию через полиграф почти 100 вопросов на детекторе лжи. Ответить нужно, не сомневаясь. Как будущий военный Данил Капустин отвечал уверенно и четко. И как позже стало известно, успешно прошел это испытание. Скоро он будет служить по контракту в одной из элитных частей ВВС. Внимание, мышление, память и психическую устойчивость проверяют на письменных тестах и тестах на цвета. Требования к будущему контрактнику самые серьезные. В этом году предпочтение профессиональной армии отдали почти полторы тысячи забайкальцев. И цифры ежегодно растут. В прошлом году службу по контракту выбрали 2500 человек. Во-первых, это морская работа, защищать родину, если не мы, кто еще. Я люблю распорядок, устав, все это, порядочность армии. Мне нравится. Одно из последних новшеств – возможность вместо года срочной службы отслужить два по контракту. Получить такое право можно только при наличии высшего образования. На сегодняшний день 50 выпускников забайкальских вузов посчитали такую альтернативу более привлекательной. Глубор в пользу профессиональной армии сделал и Леонид Семенов. Подумал, посовещался с родственниками и решил пойти на военную службу по контракту. Так как это очень перспективно, я думаю, в дальнейшем. Но еще пообещали очень огромный плюс – это квартиру через пять лет. Такими изменениями планируется поднять престиж военной службы, сократить количество отсрочников и решить проблему с призывом. Это, грубо говоря, работа. Он по регламенту пришел, утром пришел, вечером ушел домой. Получает деньги хорошие. Если дальше продолжает военную службу по контракту, у него имеется право через пять-шесть лет купить по военной ипотеке квартиру, что немаловажно сейчас. Несмотря на то, что призывная кампания в край еще не начиналась, выпускникам вузов можно не ждать осени. Желающих заключить профессиональные отношения с вооруженными силами трудоустраивают в любое время. Анастасия Новгородова, Дарья Кунова. Середина земли. Забайкальский край. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Бурятии. Они уже с нами на связи. Здравствуйте, коллеги. Расскажите, что интересного произошло у вас. Приветствую вас, коллега. Лондон на связи. Сегодня в студии работает Булац Денишеев, и мы готовы рассказать о новостях нашего региона. Бурятская лучница Инна Степанова стала обладательницей серебряной олимпийской медали. На женской сборной России стала второй в командном зачете, уступив лишь лидерам в этом виде спорта – кореянкам. За нашу землячку переживала вся страна, а Бурятия молилась за свою спортсменку. Отмечу, что эта медаль стала первой для женщины в этом виде спорта. А теперь к другим событиям. В Бурятии почти 700 осужденных попадут под амнистию. Благодаря новому закону о декриминализации статей, часть заключенных выйдут на свободу. А остальным смягчат наказание. Однако этот же закон увеличит сумму, после которой наступает уголовная ответственность за хищение чужого имущества до 5000 рублей. Ранее эта сумма составляла 2,5. Новый закон частично декриминализирует две статьи Уголовного кодекса о побоях и невыплате алиментов и заменяет уголовную ответственность за эти преступления шрафом. Но только в том случае, если указанные преступления небольшой и средней тяжести были совершены впервые и был полностью возмещен ущерб пострадавшим. В большей степени амнисия коснется преступников, отбывающих наказание за кражу. Таких 600 заключенных. Уже сейчас сотрудники исправительных колоний проводят разъяснительную работу с осужденными. Пока на рассмотрении находится 120 дел. Собрали около 100 мешков мусора. В Улан-Дэ прошла экологическая акция. Трудовые отряды вышли на территорию леса, который буквально был завален бутылками, банками, пакетами и окурками. За ходом субботника следила наша съемочная группа. 9 часов утра, 102-й микрорайон. Это уже третья экологическая акция за лето в этом квартале. Территория леса захламлена мусором. Здесь были найдены даже бутылки из-под спиртного еще советских времен, вспоминает Антон Махов. Наглядный пример – этот могильник с бытовыми отходами. И таких мест по всему лесу сотни. Также вот хотелось отметить, что неподалеку находятся частные сектора, которые вываливают мусор в лес. Для них вот такое пожелание мое. Хотел бы им посоветовать следующее – заключить договора с комитетом, с комбинатом по благоустройству города Улан-Удэ, либо с теми компаниями, которые вывозят мусор. Тариф не очень большой, он порядка 200 рублей. Не мусорить призывают и трудовые отряды, которые приняли участие в этой акции. Подростки от 14 до 17 лет. Всего 15 детей сегодня разгребали и убирали мусор. В основном это стеклянные бутылки из-под алкоголя, оставленные отдыхающими здесь компаниями. Лес очень грязный, очень много бутылок, даже видно из-за велика, пластика, разбитые стекла. Здесь опасно, просто можно споткнуться, упасть и сразу на стекло пойдешь. Находятся в грязном состоянии, люди приезжают отдыхать, гадят на месте. Желающих привести в порядок загрязненные места нашего города становится все больше. Подростки задумываются над экологией куда гораздо осознаннее, чем взрослые. На сегодняшний день принято 380 заявок от молодежи. В основном, конечно, это несовершеннолетние. Из 380 на данный момент мы трудоустроили 120 ребят. Из них 80 несовершеннолетние. Для того, чтобы помочь в организации, в подготовке к юбилейным торжествам города Улан-Удэ, нами сформированы молодежный трудовой отряд города. И в течение этого лета ребята работают и убираются в самых видовых местах. Это набережная, парки наши, памятники, ну и различные вот такие известные знаковые места. За свой нелегкий труд подростки получают по 250 рублей за 2 часа. Но для них все же главней экологическое состояние города. Соблюдай чистоту и порядок, а ты убрался! Накануне весь мир отметил день светофора. Впервые он появился в Америке свыше 100 лет. И теперь вот автомобильное движение без него трудно представить. Историю создания и модернизации светофора узнал наш корреспондент. Внешний вид первого светофора существенно отличался от нынешнего. Он был на ручном управлении и представлял собой нехитрую конструкцию из двух семафорных стрелок. В России он появился лишь в 1930 году. В Лануте первый светофор был установлен более 42 лет назад. Здесь, на перекрестке улиц Бабушкиной и Терешковой. Тогда сложно было представить, что это изобретение способно регулировать движение и обеспечивать полную безопасность на дорогах. Теперь на смену старым моделям пришли новые, усовершенствованные, работающие на аккумуляторных батареях и полностью автономные. Они, как и раньше, являются незаменимыми помощниками для пешеходов и водителей. С момента появления светофоров на дорогах задачи совсем не изменились, усовершенствовались лишь возможности. И в городе их заметно прибавилось. На сегодняшний день у нас в городе функционирует 69 светофорных объектов. Планы на 2016 год установить 4 новых и модернизировать также 4 светофорных объекта. Кроме этого сделать автоматизированную систему управления данными светофорными объектами. Плотность автомобильного движения в городе растет, а значит необходимость следить за порядком на дорогах тоже увеличивается. Однако модернизация светофоров – процесс недешевый. Его стоимость порой переваливает за миллион рублей, а то и выше. К слову, в России светофору установлено несколько памятников. Китай впервые провел комплексные учения на случай экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях. Целью было повысить способность страны действовать в случае внезапных происшествий в атомной сфере. За ходом учения наблюдали представители местных властей и сотрудники Китайской национальной ядерной корпорации. Далее передаем слово коллегам из Пекина. Здравствуйте. О чем расскажете в этом выпуске. Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В Китае начались финальные приготовления к запуску китайской космической станции Тяньгун-2. Она будет выведена на орбиту до конца года с помощью двух ракет-носителей Чанчжен-2Ф. Их отправили из сборочного цеха в Пекине на космодром Чючюань, с которого будет произведен старт. Первая ракета выведет Тяньгун-2 на орбиту Земли, вторая доставит на космическую станцию экипаж из двух тайконавтов. Впервые в истории космонавтики две ракеты-носителя транспортируют одновременно. До Китая этого не удавалось ни одной из космических держав. Путь Чанчжен-2Ф лежит на космодром Чючюань, где простаивать ценному грузу точно не придется. «Эти ракеты-носители будут задействованы в доставке тайконавтов на космическую станцию. Одну из них сразу же перевезут в зону запуска, другая будет находиться в сборочном центре для аварийно-спасательных работ». В третьем квартале года одна из Чанчжен-2Ф выведет на орбиту Земли китайскую космическую станцию Тяньгун-2. Вторая ракета доставит на космическую станцию экипаж из двух тайконавтов. «Они будут на орбите 30 дней. За это время специалисты проведут ряд исследований, направленных на изучение возможности человека пребывать в космосе длительное время. Перед запусками обоим космическим аппаратам предстоит тщательнейшая проверка». «Проблем на старте не должно возникнуть. Поэтому ОПИ-ракеты-носители дополнительно проверят успешный запуск нашей главной задачи». С той же целью эксперты уже совершили более 80 тестов технических возможностей Чанчжен-2Ф. Напомним, с 1999 по 2013 годы все 11 аппаратов этой серии успешно завершили запуски, доставив в космос 10 китайских тайконавтов. В преддверии саммита Большой двадцатки волонтерское движение в Ханчжоу развернулось небывалым размахом. Всего в городе зарегистрировано полтора миллиона добровольных помощников. Это каждый шестой житель. Кто-то помогает привести в порядок дорожные указатели, кто-то учит горожан английскому языку. Подробнее в нашем следующем репортаже. Волонтеров в эти дни в Ханчжоу можно увидеть не только у местных достопримечательностей. Их легко различить. Все они в специальной форме. До саммита почти месяц, но их работа началась задолго до этого. «Нам нужно проверить все дорожные указатели города. Прежде всего, на соответствие надписей на китайском и английском. В день примерно получается сверить около 100 штук. Я коренная жительница Ханчоу и хотела бы, чтобы город был представлен с лучшей стороны». Волонтерское движение в городе ширится с декабря прошлого года. У волонтерских организаций огромный выбор. Сейчас в 9-миллионном городе полтора миллиона добровольных помощников. Это школьники, студенты, пенсионеры. Просто неравнодушные люди. Они разделены на две группы. Одни работают в разных районах города. Другие готовятся к работе непосредственно на саммите Большой Двадцатки. «Непосредственно работать на форуме G20 будут 3760 человек. При необходимости цифра будет корректироваться. В основном будут такие направления, как встреча гостей, предоставление услуг на форуме, помощь при регистрации. Остальные добровольцы будут дежурить на других объектах и улицах города». Австралийский студент с китайским именем Джан Тян Вэн безвозмездно преподает английский язык городским жителям. Говорит, что люди охотно идут на курсы. Всем хочется проявить гостеприимство и рассказать гостям о родном городе. «Я сейчас проживаю в Ханчжоу. Моя жена китаянка. Я считаю, что очень здорово принимать участие в этом». Добровольцев для работы на саммите отбирали среди студентов провинции Джидзян. Все волонтеры владеют иностранными языками и прошли специальную подготовку. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. Встречаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова